Деньги играют все! Теперь, когда вы узнали разницу между 8-битной и 16-битной приставкой, наверное, пришла уже пора нам с вами во что-нибудь поиграть. И это 16-бит. Надо начать с чего-то простого, правда же? К сеговским играм мы вернёмся чуть позже, а сейчас вот, вот что я для вас приготовил. Это утиные истории. Вы все прекрасно знаете этот мультфильм, и недаром эта игра занимает одно из ведущих мест в параде популярности игр для 8-битной приставки Дэнди. Итак, утиные истории. Ещё раз хочу напомнить, как надо правильно вставлять картридж в приставку, чтобы она не сломалась. Сначала вставляем картридж, а потом, только потом, подключаем приставку в сеть. После того, как этот мультфильм показали по телевидению, дядюшка Скрудж со своими племянниками стал любимым героем для миллионов ребят. А потому и видеоигра «Даг Тейлз» сразу пришлась по душе. Забегая вперёд, скажем, что по результатам сентябрьских опросов она занимает четвёртое место, уступая лишь черепашкам по фамилии Ниндзя и терминатору номер два. Несмотря на свой преклонный возраст, дядюшка Скрудж довольно ловко скачет по лесу, успевая лупить по головам агрессивных обезьян, норовящих отнять у него и без того слабые силы пенсионеров. Страсть Скруджа к обогащению известна всем, и потому он с таким азартом запрыгивает на сундуки, которые не выдерживают вес его могучего тела и разлетаются на куски. Денежки, естественно, в карман. Ну, то есть в окошко призовых очков слева на вашем экране. Кто боится темноты, сюда не ходит. Ну, а кто, как и Скрудж, охотится за сокровищами, вперёд за нами, в мрачное подземелье. Чужие здесь не ходят, так что можно спокойненько, не спеша подойти к штабелю сундуков и взламывать их палкой до полного уничтожения. И это только маленький эпизод из первого уровня. Вот такие истории, утиные истории. Мне кажется, что игра это очень хорошо, несмотря на то, что восьмибитная приставка не может получить такого качества, как шестнадцатибитная Сега. Кстати, давайте посмотрим, что нам принёс слонёнок Дензи для шестнадцатибитной приставки. Но сначала маленький фрагмент из мультфильма. Любовь всех женщин мира. Принц Али. Принц Али. Принц Али. Принц Али. Принц Али. Принц Али. Субтитры делал DimaTorzok И я вам очень рекомендую ее купить, потому что она вам доставит действительно очень много радости. Ну, сначала давайте посмотрим, что это такое Аладдин для Сеги и с чем его едят. Поехали! Историю Аладдина можно одинаково хорошо узнать как из диснеевского мультфильма, так и из видеоигры. Она, в принципе, отражает все основные этапы его приключений. Аладдин – это уличный мальчишка, который ничего лучше не придумал, чем подворовывать в лавках всякую съестную мелочь и бегать потом от преследователей, местных милиционеров со страшными мечами и не менее страшными намерениями. В левом углу экрана – волшебная лампа. В ней там что-то дымится. А длина этого дымка – здоровье Аладдина. Наступишь пару раз на уголечке, получишь по голове глиняным горшком, глядишь, а сил уже не осталось. Так что надо стараться не совершать опрометчивых поступков, а в меру смело и безрассудно идти к намеченной цели. Противные стражники в челмах, страшные и грозные на первый взгляд, оказывается, боятся яблок. Да-да, самых безобидных яблок. Швырнешь в такого бугая огрызком – и все дела. Правда, чтобы иметь достаточно этого ароматного оружия, надо не лениться его собирать, где только возможно. Аладдин так и делает, и вы уже догадались, что купить ему яблок негде, да и не на что, вот и приходится воровать. Прямо как в мультфильме. Да он, оказывается, еще и мастер спорта по гимнастике. Смотрите, как он по обезьяне карабкаться по канату и висит на длинной балке, соединяющей два соседних дома. Артист, что и говорить. Вы, наверное, заметили, что мой Аладдин не слишком ловок и иногда срывается с высоты и начинает все сначала. Это ничего. Если уметь правильно приземляться, а вы этому, безусловно, научитесь, то ноги вы ему не переломаете. Тут и там по огробе, так называется родной городишко героя, расставлены кувшины. Но это кувшины необыкновенные. Стоит слегка прикоснуться к ним, как они поворачиваются на месте, и оказывается, что джин, верный друг Аладдина, приготовил этот горшок нарочно. Если вы, не дай бог, погибнете, то начнете игру вновь с этого же места. Ведь, согласитесь, какая скука заново колошматить уже побитых стражников. По праздникам вот на эти шесты цепляют в огробе флаги. Ну а по будним дням их по своему усмотрению использует Аладдин. Послушайте, с каким звонким бздынь он отлетает от шестов. Он силится достать себе немножко здоровья. Последние упрямцы повержены, яблок уже все объелись, пора и в следующий уровень. Я расскажу вам об игре Ghosts and Goblins. Так это звучит по-английски довольно непривычно, так сразу и не повторишь. Но по-русски это призраки и гоблины. Кто такие призраки, я знаю, вы, наверное, тоже. А вот гоблины, давайте посмотрим вместе. Но кто из нас хотя бы однажды не мечтал окунуться в страшное заброшенное средневековье, век этак в тринадцатый, и насладиться теплой компанией всевозможных бурдалаков, заселисков и симпатичных живых мертвецов? Если вам такое соседство по душе, тогда смело вставляйте эту игру в свою приставку. Вас ожидает такой ужас и холодок по спине, который можно ощутить разве что перед контрольной работой или перед мытьем посуды. Зомби здесь, в таинственном лесу, растут буквально как грибы после... так и тянет сказать... после кровавого дождя. Как и всякие порядочные упыри, они растопырют свои костлявые руки и тянутся к вашему горлу. Не теряйте самообладание. Бросайте в них разящие ножи, запас их не ограничен, и уворачивайтесь от назойливых стервятников, кружащих прямо над головой. В такой ситуации, казалось бы, не до денег, но всё-таки, если под ноги вам попадётся мешок с золотом, прихватите его на всякий случай. Пригодится. Лучше всего у программистов получился звук летящих мечей, да похоронная музычка, которую вы не раз услышите за игру. Кстати, собирая голубые доспехи, остающиеся от покойников, вы сможете изрядно повысить свою боевую мощь, а значит и пройти дальше, и увидеть больше. Я знаю, чем заканчивается игра, а вот вы нет. Вы ещё не представляете, с какими безднами ада вам придётся встретиться, сколько смертельных опасностей подстерегает вас под каждым кустом, за каждым камнем. Всё это у вас впереди. Супер Контра номер шесть. Эта увлекательная стрелялка-гонялка одна из первых появилась на экранах ваших телевизоров ещё в те времена, когда самым крутым компьютером был какой-нибудь китайский коробок без названия, а восемь бит пределом мечтаний. Называлось это просто «Контра», и пацаны всех возрастов просиживали глаза, помогая двум героям в трудной, но важной борьбе с врагами демократии. Многое изменилось с тех пор, а блондин с брюнетом в красной и в синей майке, соответственно, все рубятся и рубятся, не зная ни сна, ни отдыха. К сожалению, создатели всех «Контр», включая и эту, самую последнюю, не удосужились дать своим героям имена. Так и слоняются они по разным уровням, без паспорта и даже без свидетельства о рождении. Просто крутые парни. Но зато уж какие крутые, ой, спасу нет. Умирать от всяких там пули снарядов не собираются ни в коем случае. Поморгав слегка всем телом, встрепенувшись, бросаются снова в сечу. Зачем, по-моему, сами не знают, в отличие от других игр, где надо кого-нибудь спасать или наоборот гробить. В этой места для идей и философии не осталось. Преодолев многочисленные уровни и стихая кровью от ран, полученных в нескончаемой битве, наши молодцы удальцы благодарят вас, игроков, то есть недлинным мультфильмам. Ради этого, конечно, тоже стоит рискнуть здоровьем, тем более вам лично ничего не угрожает. Ну, разве что ногу отсидите в кресле или палец намазолите. А так, сиди себе и геройствуй напропалую. Играть в суперконтру можно и нужно вдвоем. Из партнерских игр она одна из удачных. Если правильно распределить силы и прикрывать друг друга шквальным огнем автоматов и базук, дойти можно довольно далеко. Если ваша мама при виде начальной заставки меняется в лице, хватайте ее за руку и силой усаживайте рядом с собой. Даже картридж пахнет порохом. Вот такая суперконтра номер 6. Ну, а теперь восьмибитники будут завидовать, а шестнадцатибитники потирать руки от удовольствия, потому что рассказ пойдет о шестнадцатибитной игре для приставки Sega Mega Drive 2. И как-то мы в первой передаче упустили самую главную игру, которая, в общем, неразрывно связана с Sega Mega Drive 2, так же, как Super Mario связана с Nintendo. Это игра с Соником. И сегодня я хочу рассказать вам о второй модификации этой игры. Sonic 2. Путешествие Соника с его другом Лисенком. Хе-хе! Не случайно фирма Sega сделала эту игру своей торговой маркой, так сказать, визитной карточкой. Всюду в мире рядом с надписью Sega вы встретите юркого человечка с синим панковским наворотом на голове. И с удивлением узнаете, если еще не знали, что Соник по роду племени просто ежик. У нас с вами представление об этом зверьке, как о неуклюжем и неповоротливом создании. В исполнении программистов Sega это какой-то вихрь чувств и способностей. Может, там у них ежики такие шустрые? Не знаю. Задача Соника – рука об руку со своим другом Лисенком по имени Хвостик пройти все уровни, собирая волшебные кольца, дающие жизнь и удивительные способности. Чуть на кого напоришься, правда, прощай золото. Кстати, кому не нравится этот путающийся под ногами Лисенок, можете выбрать в разделе опций «Одинокого Соника». А если вам по душе полеты на самодельном вертолете, вроде как у Карлсона, то, наоборот, берите Хвостик. Он, правда, не такой скоростной, зато летать умеет и может забраться туда, куда Сонику и не снилось. Не забывайте, что цель игры существует, и она конечна. То есть, мало дойти до самого конца игры, главное – собрать определенное количество магических изумрудов, или, как их называют матерые игроки, эмеральдов. Вот сколько чего – пока секрет. Этот вопрос вы скоро встретите в одной из наших викторин. Эти самые эмеральды просто так на дороге не валяются. Добыть их можно только в бонус-уровнях. А в бонус-уровень можно пройти только, извернувшись особым образом, открыв один из многочисленных секретов и, конечно, одолев слуг главного босса – доктора-работника. Пишется доктор-работник через «О», и никакого отношения к слову «работа» не имеет, а имеет отношение к слову «робот». Поэтому и слуги у него все какие-то железные да страшные. Не пугайтесь, забить их довольно просто. Надо прыгать им на голову, и после нескольких метких прыжков они разваливаются на кусочки. Вот так, привязательно, смотрите. Оп-ля, и готов. Многим игрокам, кстати, не нравится безоружность «Соника». Как бы хорошо бы, говорят они. Ему какой-нибудь лазер или гранатомет. Но тогда это будет совсем-совсем другая игра. Прелесть «Соника 2» в том и состоит, что всего можно добиться бескровными методами, исключительно опираясь на свою смекалку и быстроту реакции. Недаром эта игра завоевала столько поклонников по всему миру. Не случайно появляются все новые и новые версии, в том числе и в формате лазерного диска. Если вы купите какую-нибудь последнюю разработку, вроде «Сеги» и «Сиди Икс», вас обязательно встретят с распросертыми объятиями неугомонный и совершенно бесплатный «Соник». Самый удивительный ёжик из всех, что вы когда-нибудь встречали в жизни. А вот об этом эпизоде на химическом заводе мы специально не будем говорить сейчас. Внимательно смотрите нашу программу. Очень скоро мы откроем для вас один маленький секрет. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok